Сервис Prezi или летающие презентации. У них немножко отличный функционал. Это презентации, которые работают по принципам анимации и приближения, удаления. То есть здесь как таковых нет слайдов, здесь все в движении. То есть вас кидают от одного слайда к другому. Ну, опять-таки слайды здесь очень условные на самом деле. Ну, вот примерчик. Это, например, виртуальная выставка, которую я когда-то делала. Рекомендации наших читателей. На каждом таком кружочке книга, обложка и описание книги, отзыв читателя о ней. Как здесь будет работать сервис? Сначала он покажет стартовую часть, а потом вы будете перелетать от кружочка к кружочку, рассматривая каждую книжечку и читая текстики. Вот в чем суть. Сразу скажу, что этот сервис не дружит с Mozilla и Firefox. Он просто не будет работать или зависнет. Хорошо работает в Google браузере и в Яндекс браузере. Вот что я поняла с ним. Сервис англоязычный. У него есть ограничения. Он позволяет сейчас создать не более трех таких интересных презентаций. Раньше их можно было скачивать, сейчас уже нет. Сейчас мы можем только получить код и ссылку, чтобы их куда-то встроить. Вот так выглядит стартовое окно после регистрации. Мы выбираем шаблон. Здесь много красивых шаблонов, начиная от поздравительных открыток и заканчивая разными деловыми обучающими шаблонами. Они здесь все отсортированы. Можно выбрать конкретно для обучения, например. Просмотреть и выбираем шаблон. С этого начинаем. Ну, например, в нем понравился с айсбергом шаблон. И вот каждый кружочек – это отдельный слайд. Слайды прописаны слева. Вверху кнопочки для оформления. Style. Эта кнопочка позволяет выбрать оформление. Если вам синенькая гамма не нравится, вы можете поменять фон, поменять кружочки на квадратики и выбрать другой цвет, шрифт. Логотипы – это платная опция. Дальше. Кнопочка Insert позволяет вставлять разные объекты, ну и шея, соответственно, делится. И приглашать соавторов. Три кнопки всего, очень несложно здесь разобраться. Вот Insert я открыла. И здесь можно практически все, за исключением комментариев. Комментарии – это платная опция. Все остальное можно. Здесь можно добавлять целые блоки, тексты, картинки загружать в компьютеры, иконки, анимацию, из PowerPoint слайды грузить, рисовать фигуры, стрелки, загружать документы PDF, аудио добавлять, диаграммы видео с YouTube. Ну, вводяные знаки, если хотите, тоже есть такая опция. Нажимаем на нужную кнопочку, откроется окно для загрузки, а там уже по ситуации, что называется. Если видео нажмем, там откроется окошко, куда нужно вставлять ссылку на видеоролик. Если имидж нажать, то откроется окошко для загрузки картинки. Если нажать стрелочку, откроется список всех стрелок, которые можно выбрать. В общем, смотрим, выбираем. Здесь есть библиотека картинок. Вот она с правой стороны. Можно что-то выбрать из этого. Например, для фона какую-то картинку выбрать. Они здесь из бесплатной библиотеки представлены. Еще есть такая опция, как создать видео. Правда, это не презентацию переделать в видеоролик. Это вы подключаете свою веб-камеру и свой микрофон и проводите, и озвучиваете эту презентацию. Ну, можете со своим изображением, можете просто с голосом. Сохраняете эту запись как видеоролик и делитесь со своими читателями. Вот такая опция называется Prezi Video. Ну и, наконец, поделиться. Кнопочка Share. Она позволяет получить ссылку. Сделать видеоролик. И вот кнопочка Collaborate позволяет приглашать за авторов. Количество за авторов здесь не ограничено. Вы можете любое количество пригласить. Они должны будут зарегистрироваться и получат доступ к вашей презентации. В общем, очень красивый, такой впечатляющий сервис, красивые работы получаются. Для представления какого-то проекта это очень необычно. смотрится на каких-то мероприятиях. Так что можно взять на вооружение. Ну, на мой взгляд. Вот так выглядит окошко для приглашения. Вы можете выставить доступ. Вы можете только для просмотра, для комментирования или для редактирования. Чуть ниже есть кнопочка для получения кода. Здесь, хотя он так немножко сложновато смотрится, на первый взгляд. Но работать по шаблону на самом деле не так уж и сложно. Главное разобраться, что есть что. И потом уже можно создавать какие-то свои красивые работы.